Спортивные страсти здесь кипят уже с 8 утра. В двух залах уживаются гимнастские боксеры, футболисты и дзюдоисты. И так каждый день. Одно из помещений отдано по тренажерный зал, в котором заниматься могут не только дети из секции, но и вообще все жители района. Условия для тренировок комфортны, ведь это один из самых крупных профессионально оборудованных спортивных комплексов в городе. По словам мэра, показатели приобщенности к спорту здесь действительно высокие, но и это далеко не предел. Важно, чтобы каждый юный житель Олимпийской столицы нашел себе увлечение, которое поможет уберечь его от негативного влияния улицы. Власти со своей стороны прилагают максимум усилий. За последние пять лет построено 8 современных спортивных сооружений. Школу искусств готовы принять всех желающих. Всего около 50 тысяч мест в учреждения дополнительного образования. А введенные в этом году дневники занятости помогут выявить детей, не охваченных спортивной программой. Сейчас они пойдут в школу и в дневниках учителя будут проверять. Кроме математики, литературы, русского языка должно быть занятие после урока. Например, занятие в спортивной школе. Бокс. Тренер такой-то отлично или просто написал, что присутствовал, расписался. Пошел в школу музыки, тоже отметили, чтобы мы увидели тех ребят, которые никуда не ходят. И будут их мотивировать учителя. В двухэтажном здании площадью более 4,5 тысяч квадратных метров находятся два больших зала, рассчитанных на самые разные секции. На средницу этого объекта было выделено 245 миллионов рублей. Из них 178 миллионов – это средства краевого бюджета, остальные – деньги с федеральной и муниципальной казны. Сейчас в спорткомплексе работает более 30 тренеров. Многие из них – заслуженные работники физической культуры Кубани. Самое популярное – отделение художественной гимнастики. Его ежедневно посещают 150 юных спортсменов. Мы с удовольствием зашли в этот новый зал. Мы его очень долго ждали. Он прекрасный, он светлый, он чистый, он красивый. И нам всем нравится. Вот такие счастливые мы сейчас здесь занимаемся. Надеемся, у нас будут результаты, пойдут хорошие. Выполним кадеты мастера спорта, мастера спорта. Кто-то по своему возрасту выполнит первый взрослый, развед второй. Ну и день и ночь будем здесь заниматься. Десятилетняя Катя Тазлян уже 7 лет в художественной гимнастике. По словам юной спортсменки, еще год назад условия для занятий были совсем другие. Раньше мы занимались в старом зале. Там было очень холодно, грязно было. В этом зале чисто, тепло. Огромное спасибо руководству города и директору за то, что мы можем заниматься здесь. Комплекс полностью доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь же планируется проводить городские соревнования, футбольный и волейбольный лиг. А 6 сентября в спорткомплексе проведут день открытых дверей, который должен помочь привлечь к занятиям спортом еще больше детей Сочи. Игорь Кырпатель, компания ФКТ.